Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В Южном округе Нью-Йорка проходит судебный процесс, на котором юрист Марк Скотт обвиняется в отмывании 400 миллионов долларов для компании OneCoin. И на данном судебном процессе в качестве свидетеля присутствует Константин Игнатов, брат Ружи Игнатовой. И будет очень интересно услышать его показания на данном судебном процессе, так сказать, информация из первых рук. В ходе судебного процесса ведется подробная стенограмма всех заседаний, поэтому если вы знаете английский язык, то в описании к данному видео вы можете найти ссылки на оригиналы данных стенограмм и ознакомиться с ходом судебного процесса, так сказать, в оригинале. Но если вы знаете английский не очень хорошо, я подготовил для вас перевод показаний Константина Игнатова на русский язык. Итак, судебное слушание от 5 ноября 2019 года. Игнатов Константин, вызванный правительством в качестве свидетеля и должным образом приведенный к присяге, дал следующие показания. Прямой допрос, проведенный господином Фоли. «Господин Игнатов, сколько вам лет? Мне 33 года. Где вы родились? София, Болгария. Где вы выросли? Первые 4 года жизни я жил в Софии, Болгария. Потом наша семья переехала в маленький городок в Германии. Кто ваши ближайшие родственники? Моя мать Веска, мой отец Пламен и моя сестра Ружа. Ваша сестра старше или младше вас? Она на 6 лет старше меня. Какая фамилия у вашей сестры Ружи? Игнатова. Документ 101. Мистер Игнатов, вы узнаете, кто это? Да, это моя сестра Ружа. Господин Игнатов, чтобы избежать путаницы с вашей фамилией, сегодня я буду называть вашу сестру Ружа. У Ружи есть прозвища? Да, например, Криптокоролева, ее Королевское Высочество, Доктор Ружа и в письменных сообщениях просто R. Какое у вас образование? Я закончил среднюю школу и 2 года учился в университете. Университет не окончил. Где вы учились 2 года в университете? В Южной Германии. Что вы там изучали? Журналистику и политику. Кроме английского, господин Игнатов, какими еще языками вы владеете? Мои основные языки немецкий и болгарский. Английский мой третий язык. Немного говорю по-испански. Мы рассмотрим ваше обучение в университете чуть позже. Я хочу спросить вас о текущей ситуации в вашей жизни. Господин Игнатов, где вы сейчас живете? В МСС в Нью-Йорке. Что такое МСС? Тюрьма. За что вы находитесь в тюрьме? За сговор с целью банковского мошенничества, банковское мошенничество и сговор с целью отмывания денег. Когда вы были арестованы за эти преступления? 6 марта 2019 года. С того времени вы находились в тюрьме? Да. Признаете ли вы себя виновным в совершении преступлений, которые только что перечислили? Да. Мы обсудим перечисленные преступления более подробно позже. Можете ли вы описать в общих чертах, как вы оказались виновным в преступлениях, связанных с банковским мошенничеством? Я участвовал в мошеннической схеме ВанКоин, которая вводила в заблуждение инвесторов, чтобы побудить их вложить деньги в криптовалюту ВанКоин. Вы упомянули, что также признали себя виновным в отмывании денег и банковском мошенничестве. Это так? Да. Как вы оказались виновны в отмывании денег и в банковском мошенничестве? Я работал с лицами, которые создавали компании-прокладки с целью скрыть происхождение средств и не говорить правду о том, куда эти средства идут. Документ 128. Мистер Игнатов, что здесь изображено? Это я после ареста. Вы только что упомянули, что признали себя виновным в преступлениях, связанных с ВанКоин. Это так? Да. Вы совершили эти преступления самостоятельно или вместе с другими? С другими. Видите ли вы сегодня в этом зале суда кого-нибудь, с кем вы совершили эти преступления? Да, вижу. Кого вы видите? Мистера Марка Скотта. Можете ли вы опознать Марка Скотта, узнав, где он сидит и по его одежде? Я думаю, это джентльмен в синем костюме. Да, джентльмен, который встал. Запишите в протокол, что свидетель опознал обвиняемого Марка Скотта. Документ 100. Мистер Игнатов, что мы здесь видим? Да, это мистер Марк Скотт. Мистер Игнатов, вы упомянули, что Марк Скотт был замешан в некоторых преступлениях, которые вы совершили. Это так? Да. Какова была роль Марка Скотта в некоторых из преступлений, которые вы совершили? Он был одним из главных, кто отмывал деньги в ВанКоин. Марк Скотт работал один или с кем-то еще. Он работал с другими. Можете назвать основных людей, с которыми работал Марк Скотт. Например, Гилберт Армента и Амир Абдул-Азиз, Ирина Дилкинска и Ружи Игнатова. Документ 102. Господин Игнатов, кто изображен здесь? Это Гилберт Армента. Как Гилберт Армента был связан с ВанКоин? Он также занимался отмыванием денег ВанКоин. У него был роман с Ружей Игнатовой, и он был ее деловым партнером. Вы встречались с Марком Скоттом? Да, один раз. Приблизительно когда это было? Это было примерно в июне-июле 2016 года. Где вы впервые встретили Марка Скотта? В главном офисе ВанКоин в Софии. Это София, Болгария? Да. Мы вернемся к деталям этой встречи позже. А пока не могли бы вы описать в общих чертах, каковы были обстоятельства той встречи? Ружи хотела, чтобы я организовал встречу в Софии. Я так и сделал, и мистер Марк Скотт приехал в Софию. С кем встречался Марк Скотт, когда приезжал в офис ВанКоин в Софии, Болгария? С Ружей Игнатовой и с Ириной Елкинска. Какова была роль Ирины Елкинска в ВанКоин? Сначала мне сказали, что она глава юридического отдела. Но позже я узнал, что она отвечает за создание и управление подставными компаниями для компании ВанКоин. Для чего были нужны подставные компании, о которых вы сказали? Для разных целей. Например, для владения собственностью ружи, для открытия банковских счетов или для отмывания денег. Я показываю вам документ 133. Вы узнаете, кто здесь изображен? Да, это Ирина Елкинска. Господин Игнатов, несколько минут назад вы упоминали, что были вовлечены в мошенническую схему, связанную с ВанКоин. Это так? Да. Поясните кратко, что такое ВанКоин? ВанКоин – так называемая криптовалюта. Это цифровая валюта, не похожая на деньги, которые мы знали раньше в бумажном виде или в монетах, но она цифровая в виде кода. Кто основал ВанКоин? Доктор Ружа Игнатова и Себастьян Гринвуд. Документ 129. Вы узнаете, кто это? Это Себастьян Гринвуд. Мистер Игнатов, когда вы только начали работать в ВанКоин, какова была ваша должность? Я был личным помощником Ружа Игнатовой. Ваша должность в ВанКоин в конце концов изменилась? Да, в конце концов я стал одним из топ-лидеров ВанКоин. Когда вы стали одним из топ-лидеров ВанКоин? Это было после исчезновения Ружи, в конце 2017 года. Вы говорите об исчезновении Ружи. Что вы имеете в виду? Ружа Игнатова исчезла в октябре 2017 года. Видели ли вы Ружу Игнатову с тех пор? Нет. Вы говорили с ней с тех пор? Нет. Позже мы обсудим ее исчезновение более подробно. Как долго вы работали в ВанКоин? Почти три года. Приблизительно сколько инвесторов присоединились к ВанКоин? Около трех с половиной миллионов. Приблизительно сколько денег заработала компания? Более двух миллиардов долларов. Несколько минут назад вы упомянули, что ВанКоин – это мошенническая схема. Это так? Да. На основании чего вы утверждаете, что ВанКоин был мошеннической схемой? Инвесторам было дано много обещаний, которые никогда не были выполнены. Делались ложные утверждения, которые не соответствовали действительности. Какие обещания давались инвесторам, которые не были выполнены? Например, что они смогут приумножить свои деньги, что будет запущена глобальная биржа. Много говорилось и о стоимости монеты, о том, что она устанавливается спросом и предложением, а не вручную. А как на самом деле устанавливается курс ВанКоин? Сама компания устанавливает, а не балансом спроса и предложения. Именно так. Несколько минут назад вы упомянули, что основали ВанКоин ваша сестра Ружа, а также Себастьян Гринвуд. Это так? Да. Какое у Ружа образование? У нее докторская степень по юриспруденции. Она изучала экономику в Оксфорде, Великобритания. После этого она работала в Макинси и других консалтинговых компаниях. Занималась ли Ружа каким-либо бизнесом до ВанКоин? Да. Примерно 10 лет назад у нее был металлургический завод в Германии. Кто-нибудь еще в вашей семье участвовал в этом бизнесе? Мой отец. Вы участвовали в этом бизнесе? Нет. Что случилось с тем металлургическим заводом, который вы упоминали? Металлургический завод пришлось закрыть, а потом Ружа и мой отец были привлечены к ответственности по закону. И Ружа в конце концов получила условный срок за мошенничество. Коротко уточним. Продъявлялись ли вашему отцу и Ружи уголовные обвинения, связанные с этим бизнесом? В конце концов, да. Это были обвинения в мошенничестве? Да. Можете ли вы описать, что произошло после того, как ваш отец и сестра были обвинены в этих преступлениях? Моя сестра сразу же вернулась в Болгарию, чтобы там жить, и оставила моих родителей одних в Германии, что привело к многочисленным угрозам. Родителям угрожали убийства. Также повреждалось имущество моих родителей, например, квартира или машина. В конце концов, у моего отца произошел тяжелый сердечный приступ, и он сильно заболел. Поэтому я не мог закончить университет, потому что тогда я должен был заботиться об отце. Поясните, кто совершал эти действия против вашего отца? Рабочие завода. Я хочу перейти на другую тему и спросить вас о том, как вы впервые познакомились с OneCoin. Вы упомянули, что начали работать в OneCoin в 2016 году. Это так? Да, в конце июня. Я хочу задать вопрос про май 2016 года. Где вы работали в это время? В компании Porsche Logistics в Южной Германии. Это автомобильная компания Porsche? Да. Где находился ваш офис? Рядом со Штутгартом в Южной Германии. К маю 2016 года. Как долго вы работали в Porsche? 5 лет. Какова была ваша должность в Porsche? Я был водителем погрузчика. Какова была ваша зарплата в Porsche? Со сверхурочными около 2800 евро в месяц. До работы в Porsche. Где вы работали? Я был, например, кассиром на почте. В мае 2016 года. Где жила ваша сестра Ружа? В Софии, в Болгарии. Где Ружа работала в мае 2016 года? Она уже занималась Ван Коин. Относительно ваших матери и отца. Где они жили в то время? Они также жили в Софии, Болгария. Где находился офис Ван Коин? София, Болгария. У Ван Коин были другие офисы? Да. Дубай и Гонконге. Где работала ваша мать в мае 2016 года? Также в Ван Коин. Вы встречались с вашей сестрой Ружей в мае 2016 года? Да. В конце мая я видел ее на дне рождения. Приблизительно когда это было? Около 30. Мая? Да. Сколько ей было лет в то время? 33-36. По всей видимости, Константин подсчитывал, сколько ей лет исполнилось. Где состоялась вечеринка по случаю дня рождения Ружи? В музее в Лондоне. Вы присутствовали на том дне рождения? Да. Можете ли вы описать, как прошла вечеринка? На тот момент это была самая шикарная вечеринка, на которой мне доводилось бывать. Все были одеты в костюмы, галстуки или в коктейльные платья. Люди выглядели очень успешными и очень богатыми. И Том Джонс выступал. Приблизительно сколько гостей было на вечеринке? От 100 до 200. Документ 201. Проигрывается видеозапись. Господин Игнатов, что показано на этом видео? Да, это запись дня рождения. Это день рождения вашей сестры Ружи? Да. Мистер Игнатов, вы упоминали, что Ружи была руководителем Ван Коэн во время празднования ее дня рождения. Это так? Да. Кто-нибудь еще из Ван Коэн присутствовал на дне рождения Ружи? Большинство присутствовавших были либо сотрудниками офиса Ван Коэн в Софии, либо сотрудниками Ревен-Ар в Лондоне, либо лидерами структуры. Вы помните кого-нибудь конкретно, кто там был? Например, лидеры Кари Валрус, братья Штайн Келлер, Себастьян Гринвуд, Юха Пархиала, а также из лондонского офиса Гэри Гилфорд. Когда вы упоминаете лондонский офис, что вы имеете в виду? Офис Ревен-Ар в Лондоне. Что такое Ревен-Ар? Ревен-Ар была инвестиционной компанией Ружи. Мы вернемся к Ревен-Ар немного позже. Документ 117. Господин Игнатов, узнаете, что это? Да, это фотография с дня рождения. Мистер Игнатов, на праздничном торте написано «С днем рождения Криптокоролева». Что такое Криптокоролева? Криптокоролева – это прозвище доктора Ружи Игнатовой. Кто показан на этой фотографии? Слева направо – Себастьян Гринвуд, Ружи Игнатова и Карри Валрус. Чем занимался Себастьян Гринвуд в Ван Коэн? Себастьян Гринвуд основал Ван Коэн вместе с Ружей. Он был лидером сети и мастер-дистрибьютором. Вы также упомянули некоего Карри Валруса. Какова была его роль в Ван Коэн? Он был главным дистрибьютором в Европе и Африке. Давайте перейдем к третьей фотографии. Что показано на этой фотографии? Слева направо вы видите танцующую даму. Она была личным помощником до меня, которую уволили сразу после этой вечеринки, потому что у нее был роман с Себастьяном Гринвудом. Справа от нее Гэри Гилфорд. Потом поет «Джентльмен». Потом Аарон Штейнкеллер, Карри Валрус, я и доктор Ружей Игнатова. Вы упомянули женщину, которую уволили. Как ее зовут? Деница Годева. Какова была ее роль в Ван Коэн в то время, когда ее уволили? Она была личным помощником Ружей. Вы также упомянули Аарона Штейнкеллера, про которого вы сказали, что он слева от вас на фото. Это так? Да. Какова была его роль в Ван Коэн? Он и два его брата были топ-лидерами структуры. Один из людей, которых вы назвали, Гэри Гилфорд. Где он на этой фотографии? Он справа от танцовщицы. Как Гэри Гилфорд связан с Ван Коэн? Он был офис-менеджером Рэйвен Аар в Лондоне. Вы упоминали ранее, что Рэйвен Аар занимался инвестициями для Ружей. Это так? Да. Откуда в Рэйвен Аар поступали деньги? От инвесторов Ван Коэн. Документ 104. Мистер Игнатов, вы узнаете этого человека? Да, это Ирина Дилкинска на дне рождения Ружей. Господин Игнатов, не могли бы вы напомнить, какова была роль Ирины Дилкинска в Ван Коэн? Вначале мне сказали, что она глава юридического отдела. Но ее настоящей задачей было создание и управление компаниями-прокладками. Для чего использовались эти компании-прокладки? Например, для отмывания денег. Господин Игнатов, во время вашей поездки в Лондон на день рождения Ружей, где вы останавливались? В пентхаусе Ружей в Лондоне, в Кессингтоне. Она собственник этого пентхауса или снимала его? Собственник. Можете ли вы описать этот пентхаус? Он очень, очень большой. Два этажа. В нем есть огромный крытый бассейн. Четыре или пять спален. В нем очень дорогая мебель. А также дорогие предметы искусства. Например, у нее есть оригинал картины Энди Уорхола. В период между 2015 и 2016 годами. Вы заметили какие-нибудь изменения в богатстве Ружей? Да. Потому что я видел ее примерно год назад, последний раз на ее дне рождения. И я видел, как она разбогатела за очень короткий промежуток времени. Что навело вас на мысль, что она разбогатела? Во-первых, пентхаус. Я видел ее день рождения. Я видел, как она одевается, ее украшения. Приблизительно, как долго вы были в Лондоне на дне рождения Ружи? Около трех-пяти дней. Когда вы в следующий раз видели Ружу после ее дня рождения? Примерно через 2-3 недели на мероприятии в Лондоне CoinRush. Вы сказали, что это мероприятие в Лондоне называлось CoinRush, верно? Да. В чем была цель этого мероприятия? Это было мероприятие по продвижению OneCoin. Почему вы посетили это мероприятие? За неделю до этого Ружа уволила своего личного ассистента, позвонила мне и предложила работу своего нового личного ассистента, а также хотела показать мне это мероприятие. Что вы обсуждали с Ружей во время этого разговора? Она сказала, что у ее личного помощника Деницы был роман с Себастьяном Гринвудом, и она уволила ее. Она сказала, что ей нужен кто-то, кому она может доверять, и кто не предаст ее. Она спросила меня, не хочу ли я быть ее новым личным помощником, и она будет рада, если я соглашусь. Что вы сказали в ответ на ее предложение? Я сказал, что не знаю, потому что в целом мне нравится моя жизнь в Германии. У меня стабильная работа, хорошая квартира, у меня там было много друзей, и в свободное время я работал в приютах для собак. Так что я не знал, стоит ли от всего этого отказываться ради бизнеса, в котором я даже не разбираюсь. Где вы работали и жили в то время, когда проходило мероприятие CoinRush? Я работал в компании Porsche Logistics в Южной Германии и жил в маленькой деревне примерно в 15 километрах от нее. Несколько минут назад вы упомянули, что мероприятие CoinRush проходило в Лондоне. Это так? Да. Где вы остановились во время поездки на мероприятие CoinRush? Я остановился в отеле Hilton в Хаммерсмите. Почему вы остановились именно там? Ружа разместила там всех сотрудников OneCoin. Сколько времени примерно длилась ваша поездка в Лондон? 3-4 дня. Давайте рассмотрим само мероприятие CoinRush. Какова была цель этого мероприятия? Это было мероприятие по продвижению OneCoin. Мистер Игнатов, где именно в Лондоне проходило мероприятие CoinRush? В Эмбли Холле. Сколько человек примерно было на этом мероприятии? От 3 до 5 тысяч. Где вы сидели во время мероприятия? В первом ряду, рядом с Ружей. Можете сделать обзор того, как проходило мероприятие CoinRush. Программа началась примерно в полдень. Сначала было музыкальное выступление, затем начались презентации бизнеса от топ-лидеров. Выступал Себастьян Гринвуд, а в самом конце – Ружа Игнатова. Кто был ведущим на мероприятии? Карри Валрус и братья Штайнкеллера. Вы упомянули Карри Валруса. Если посмотреть документ 117, он есть на этой фотографии? Да, светловолосый мужчина справа. Чем занимался Карри Валрус в Ван Коин? Он был представителем Ван Коин в Европе и Африке. О чем рассказывал Карри Валрус на мероприятии CoinRush? Он стоял на сцене в солнечных очках и кричал «Кто хочет стать миллионером?» И он часто повторял, что он сделает людей в Ван Коин богатыми, и что в Ван Коин легко стать миллионером. О чем говорили другие спикеры во время этого мероприятия? Выступления были примерно об одном и том же – о том, как разбогатеть Ван Коин за очень короткий период времени. Что конкретно они говорили о Ван Коин? О том, что это убийца биткоина, что это криптовалюта будущего, что она сильно вырастет в цене, что ей будут пользоваться по всему миру. Проигрывается YouTube-видео под названием «Доктор Ужа Игнатова. Блокчейн». Мистер Игнатов, вы узнаете человека, который сейчас на видео. Это Себастьян Гринвуд. Какова была его роль в Ван Коин? Он был одним из двух основателей. Он был лидером сети и главным дистрибьютором. Материала получилось очень много. И чтобы не делать видео слишком длинным, на этом мы первую часть закончим. Итак, это была первая часть показаний Константина Игнатова на судебном процессе против юриста Марка Скотта. В следующих видео мы продолжим разбирать показания Константина Игнатова. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добавляйтесь в Telegram-чат. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.